все здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня хочу сделать вступление болталка не знаю называйте это как хотите опять-таки не могу сказать нужно ли вам это смотреть либо не нужно почему потому что независимо от того что я говорю все равно будете поступать так как хотите поэтому выбор за вами прежде чем я начну говорить я хочу сразу поблагодарить пока я помню анонимы за донат это была достаточно крупная сумма мне очень приятно я благодарю вас кто это сделал вы знаете вот и скажу сегодня вступление о теме моего эксперимента на который был примут для меня цифры показали огромный отклик да ваша реакция я про это написала пост но хочу кое-что еще уточнить либо сказать во первых этот эксперимент я его не планировала делать на как общий расклад я сделаю его для себя исключительно в инстаграме на поскольку меня попросили сделать его еще и на большую аудиторию да как общий расклад это и стало в принципе причиной почему я сделала на большую аудиторию я также мне этот эксперимент показал реакцию до людей и прям знаете вот такой срез поведения общества да то есть модели поведения то есть кто-то изначально я перед раскладом я дала на мой взгляд до полное понимание почему я делаю что это делаю да я получил обратную связь о том что где-то возможно я волнуюсь кому-то я хочу нравиться кому-то не хочу нравиться наверное я прокомментирую это так что если я вначале что-то объясняю и что-то говорю это не связано с моей неуверенностью это не связано с тем что я хочу кому-то нравится либо я зависим от мнения других людей или нет я не тот человек у меня намного сильнее характер и структурнее чем может это показаться внешне то есть вот это вот моя мягкость да то что показывается это только часть меня в принципе это моё нормальное состояние при условии того что меня никто не не нападает на меня не защищаться не нужно вот но поверьте мне я не такой бескребетный мягко характерный человек который не может дать упор дело в том что во первых один из вариантов это все-таки воспитание а с другой стороны может быть кому-то это сложно будет понять я постараюсь донести мое мировосприятие жизни она многогранно что это значит это значит что когда я что-то делаю либо взаимодействую с другими людьми я одновременно ставлю а во первых ощущаю себя и одновременно ставлю себя на позицию другого человека и это происходит всю мою жизнь то есть это не то что вот допустим я в раскладе либо в профессиональной сфере это происходит и в моей личной жизни то есть даже когда я общаюсь со своими детьми я одновременно чувствую их состояние и свое состояние я разговариваю со знакомыми с приятелями я могу выходить куда-то в магазин я могу ходить например в больницу сдавать анализы и я чувствую состояние других людей то есть я одновременно вхожу в позицию другого человека и именно поэтому та глубина которой вы говорите я могу в кавычках предугадывать да то что может сказать человек почему потому что понимая свои собственные мотивы я понимаю то что в этот момент хочет сказать другой человек да то есть я не смотрю на жизнь позиции только меня до исключительно эгоцентричный вот я и мир как моя противоположность ни в коем случае я смотрю мир на мир и смотрю как будто бы мир смотрят на меня одновременно это моя характеристика с детства да я с детства была такая поэтому когда я что-то объясняю и говорю к примеру что кому-то может не понравится мои татуировки и могут отвлекать это не значит что я оправдываюсь а это значит что я уже посмотрела глазами некоторых людей которым не то чтобы не понравилось а и действительно это отвлекает и это не связано с тем что я хочу опять-таки всем нравится а просто хочу чтобы эти люди которые смотрят чтобы им было максимально комфортно чтобы они получили эту информацию которую им необходимо то есть опять-таки скажу я предугадываю всевозможные варианты развития и это свойство моего характера это не значит что я перед кем-то там оправдываюсь либо я не уверена либо я хочу нравиться другим людям либо еще кучу всего если бы я хотела нравиться другим людям поверьте мне я многое из того что я делаю не делала это по этому моменту еще один нюанс который я действительно в силу своего воспитания так скажем да хочу сказать я хочу во первых извиниться извиниться перед очень малым количеством людей моих подписчиков вот за что дело в том что когда я проводила эксперимент я не учла тот нюанс что есть люди а я знаю что есть потому что я уже читала в прошлых раскладах комментарии о том что как это как называют мало слышащих либо плохо слышащих людей и это не только с возрастом да то есть есть люди у которых ослаблен слух я не знаю причину и мне не столь важно так вот у этих людей я хочу попросить прощение извиниться за то что при своем эксперименте я не учила этот момент да то есть мне надо было в начале все-таки обговорить что если у вас есть проблемы со слухом вами наверно вам этот расклад не подойдет почему потому что вот вам действительно принесло это дискомфорт чисто физиологически да и вот здесь вот мой недочет и я искренне извиняюсь и это опять таки не потому что я хочу нравиться а потому что это я не знаю воспитание уважение называйте это своим языком понятным я такой человек вот и здесь я вот почувствовала что да здесь вот я не не учла этот момент но теперь я буду обращать на и на это внимание и хочу сказать что если и так даже когда я говорю и вам сложно меня услышите многие меня читает по губам есть в как этот в настройках а либо здесь внизу либо здесь внизу не знаю как это попадает лево-право в правом углу в настройках да и субтитры вы можете нажимать и я так понимаю что будет появляться субтитры правда они некорректны но хоть можно будет читать и понимать о чем я говорю это единственный вот такой нюанс который я в принципе не учла с другой стороны если посмотреть на этот эксперимент то мне очень понравилось как люди разделились на два лагеря кому-то заходила информация кому-то не заходила это было очень напряжено почему потому что напряжена почему потому что не учли тот формат что если я говорю шепотом да то возможно надо было одевать наушники возможно нужно было было подбирать правильное время прослушивание ну то есть например вечером да когда тихо когда никто не отвлекает потому что я читала комментарии о том что вот ремонт соседей вот и отвлекающие факторы с другой стороны это очень напоминает мне не хочу это говорить да когда выражение до плохому танцору все мешает когда люди начинают медитировать вот их все время отвлекает и посте я поэтому и написала то есть когда мы только начинаем медитировать я по себе знаю когда я начинаю наблюдать за своим дыханием примерно на третьей мысли на третьем вздохе вдохе у меня сразу в не мое внимание побежала за какими-то мыслями снова себя возвращаем начинаем наблюдать за своим дыханием опять что-то появилось то есть вот эти вот отвлекающие факторы что это показывает это нам показывает что мы постоянно зачем-то бежим мы не умеем расслабляться мы не можем найти внутреннюю тишину я не говорю о звуках а о состоянии всегда передаю мы стараемся вот в этой знаете спешке все успеть я прям комментариях увидела людей которые ставят мои расклады возможно и других коллег да и параллельно чем-то там занимается там убираются готовят и все такое фоном где-то эта информация идет и если наверное речь шла бы про отношения там любит не любит жизнь погубит или а осчастливит то это было наверное окей а с другой стороны я не совсем понимаю как если мы хотим что-то в себе разобраться и я говорю на своем канале о том что когда вы слушаете с ручкой тетрадкой выписываете свои эмоции на что вы реагируете до идете за ними то есть эта работа вот как будто бы если вы пошли к психологу насколько взаимодействие с психологом в беседе до полностью включаясь в процесс вы бы могли там гладить убираться или все такое конечно же кто-то скажет а блин есть дети есть какая-то вот бытовая жизнь если вы хотите в это верить до что нету времени окей я не буду с кем-то спорить я просто знаю одну прекрасную женщину у которой пять детей пять детей и по моему это даже не одна а несколько и она успевает и обучаться и расклады смотреть и глубоко в себя погружаться и много-много всего чего делать передаю привет то есть это отговорки да как мы привыкли но право ваши да то есть не все же хотят развиваться там что-то узнавать ну просто тогда у него возникает вопрос мой канал о развитии и ваше поведение я не осуждаю я констатирую факт и я могу всегда допускаю что я ошибаюсь до чем-то я ошибаюсь потому что опять таки я смотрю со своей точки зрения у вас может быть какая-то другая ситуация что еще показал этот эксперимент во первых показал насколько мы все по верхам делаем до здесь что-то я не услышала здесь я поняла здесь не поняла увидели увидела я безусловно разную реакцию людей до кому-то удалось действительно погрузиться вглубь и наконец-таки услышать о чем мой канал и мои расклады о состоянии то есть мы не придаем значение столько слова потому что я передаю состояние когда я читаю карты я читаю состояние и кто-то мне написал в комментариях о том что прям погрузились так глубоко что не обращали внимание на слова а именно на состояние так вот теперь представьте если бы вы были на моем месте да и ощущали бы вот эти вот состояния которые получаю я в потоке и их нужно перевести на логический язык да то есть описать состояние словами насколько это бывает очень сложно вот просто если бы был у вас такой опыт да вам тоже стало понятнее меня и мою позицию еще я увидела те моменты почему насколько да скорее всего какое количество людей напряжены почему потому что когда мы расслаблены знаете вот честно мы ни о чем не паримся когда мы расслаблены либо мы сфокусированы на чем-то одном вот прям вспоминайте когда вашей жизни была какая-то вот физическая боль да я не знаю где-то вы поранились либо ударились либо ну вообще какая-то физическая боль вы вы настолько сфокусированы на своей боли на своих внутренних ощущениях что вам фиолетово там кричат ли соседи что-то там происходит во внешнем мире вы даже не обращаете на это внимание почему потому что фокус внимания направлен на эту боль так вот этот рассказ ты показал что когда мы фокусируемся на чем-то мы отключаемся от внешнего мира и вот этот пример да то есть но для чего это было сделано чтобы вы увидели как только вы начнете погружаться в себя во-первых первое что с чем вы столкнетесь вы сможете оследить наконец-таки насколько вы все зажаты и я вместе с вами когда нету расслабления когда есть сжатие у нас идет сопротивление что есть сжатие да это страх это борьба это сопротивление после перед по отношению к тому что мы принимаем то здесь принятие вообще никакого нет принятие происходит когда знаете вот мы находимся в безопасности нам хорошо нам тепло это состояние вот когда переешь на именно не когда ты поешь а переедание происходит и ты находишься вот как обеоба в таком расслабленном состоянии тебе абсолютно все равно либо когда вы начинаете о чем-то мечтать да вы развлекает отвлекаетесь фантазируете вы также находитесь в каком-то расслабленном состоянии так вот когда кто-то вам начинает шептать это может кому-то напомнить что есть какая-то опасность тоже может вызвать страх а и и есть сопротивление то о чем принципе я писала в посте это один момент а другой момент насколько мы все убегаем от себя насколько нам страшно погрузиться вглубь себя и поэтому мы придумываем все возможные внешние какие-то действия до создания вот этой бурной деятельности мне надо это сделать мне надо это сделать почему потому что когда я погружаюсь вглубь себя вот это вот бездна неизвестности да она очень сильно пугает это первое впечатление но здесь нужно это преодолеть вот это и есть и только те кто могут это преодолеть тогда начинает получать всевозможные бонусы именно вот познание себя в изменении своего отношения к миру а пока мы эту грань и не переходим мы не сможем погрузиться и получить вот эти вот всевозможные плюшки это точно так же как я говорю в курсе древо жизни в лекциях до о том что есть вот это вот без на между верхним треугольником и нижним треугольником на то есть создание мира физическом нашем плане это вот это вот смерть до забвение река за обмене забвением без на который мы переходим теряя наше физическое тело в аркане верховной жрицы вот это вот завеса это и есть вот это вот пелена вот это вот без на а вот за которой есть эта глубина вот при медитации мы к этому приходим а мы переходим чисто физиологически если это можно понять да это вот как раз есть тот момент когда мы переходим за расширяем свое сознание выходим из одного состояния привычного и погружаемся в не совсем комфортно и наши обычные жизни состояние то есть переходим переход из этого состояния в другое так вот то что я описала в посте касательно древо жизни при создании мирознания для того чтобы что-то новое создалось мы должны себя ограничить мы должны поставить себя в жесткие рамки довести до какого-то предела для чего только тогда мы что-то начинаем делать по-другому так вот вот этот вот расклад он был не случайным как оказалось да почему потому что мы привыкли к определенному формату до вещание на канале и где-то немножечко вот это вот привычка замылила наше восприятие и нам было необходимо на канале произвести вот эту вот встряску да то есть пройти вот этот вот дискомфорт чтобы встряхнуться и понять так окей что это за канал да для чего я здесь как я смогу дальше саморазвиваться то есть вы знаете мне такое вот прям вот чисто физиологическое еще не вышло от вас прям вот так хорошо встряхнула и вы пробудились потому что где-то где застряли да вот в однообразии одно и то же одно и то же так вот в жизни абсолютно происходит аналогичные моменты когда нам хорошо либо у нас рутина одно и то же одно и то же теплое такое болото мы привыкаем что нас вытаскивает из этого болото какая-то встряска как правило это что какие-то жесткие рамки какие-то ограничения но вот без этих рамок и ограничения мы не пойдем не будем двигаться дальше нас не выбросит на другой уровень поэтому если мы хотим действительно развиваться а не создавать вот эту вот бурную деятельность о том что вот я что-то читаю да я что-то делаю я что-то отслеживаю надо себя постоянно ставить в какие-то ограничения в какие-то рамки чем жестче эти рамки тем вероятнее что вы будете что-то делать по-другому и это другой результат он и даст вам на самом деле переход а если нам все комфортно привычно то в принципе изменений никаких нет но опять таки все зависит от человека хотим ли мы развиваться или нет в контексте бесконечности нашей души как это многократном до многократном перерождение наших душ нас никто никуда не гонит а не хотите развивайтесь в этой жизни окей не хотите не развивайтесь у вас будет еще воплощение все зависит от уровня осознанности и понимания для чего мы это делаем и что мы чего мы хотим добиться и так вот такое вот у меня было вступление большое я знаю но мне хотелось это сделать я это сделала что мы будем с вами делать сегодня сегодня во первых я хочу поблагодарить александра невского за идею к раскладу какой кармические долг и отрабатываю сейчас александр давно предложил этот расклад я не иду по по плану того что вот пост который был у нас в разделе сообщества да то что я там отмечала у меня все идет из состояния когда я чувствую что у меня энергии внутри меня те или иные то я это делаю кстати хочу сказать что то что я и писала не помню либо кому-то отвечала в комментарии либо в том же самом посте в разделе сообщества я писала о том что то что я экспериментирую да иногда с вами для встряски для каких-то изменений может кто-то задаться вопросом и сказать а зачем нам это нужно да почему вы не делаете линия только над собой так вот вот такие вот стряски это мой образ жизни поскольку вы так или иначе созвучны со мной я могу предположить что и вы себе делаете те или иные стряски то есть я постоянно над собой экспериментирую и я вижу реакцию вашу реакцию по поводу раскладов почему потому что расклады они наполнены моей энергией и на самом деле вы не столь взаимодействуете с раскладами сколько взаимодействуете с моей энергетикой и поскольку три последних месяца они были направлены на погружение в стихию воды где-то я сама погрязала в каком-то вот болотце но поскольку поработав над собой и поменяв стихию с воды на огонь вот первая реакция вот этот вот импульс вот это искра да вы ее на себе ощутили и в ближайшее время многие из вас даже писали линии чего не происходит когда мы выйдем из этого застоя так вот я постепенно выхожу а если выхожу я вот а вы меня смотрите взаимодействуете с моими энергиями то наверняка у вас тоже будут постепенно постепенно происходить какие-то перемены то точно движение начнется и так мои благодарности александру я писала в посте ему отдельно но теперь еще и голосом расскажу какой кармический долг я отрабатываю сейчас будем работать на ну во-первых в три позиции да пока я продолжаю говорить вы выбираете первое второе третье голубенькие красненькие и зелененькие камешки на колоде втором небо и земля на колоде и тин я говорила что я несколько сделаю раскладов в течение апреля где буду показывать только картой как вам нравится вот это вот колода она выглядит вот так она двухсторонняя да здесь большая часть здесь меньше очень темные картинки на самом деле вот и буду работать на колоде соул карт такие они большие достаточно абстрактные картинки но они погружают меня очень классном состоянии они выглядят вот так вот так несколько карт вам покажу чтобы вам видно было конечно же кто-то может сказать да но может быть скорее всего это даже оракульный я даже не знаю как это называется они не подписаны и нету мбк к этой колоде это точно так же как выходим в музей произведение искусств да когда смотришь на картину что она вызывает вот вот это вот колода она мне очень хорошо погружает в состоянии вот на этих картах я сегодня выбрала работать но не факт что я буду все использовать да почему но то есть интуитивно я их так выбрала но все вроде бы все сказала выдохнулась мне важно это было сказать и мы с вами приступаем значит подвигаем позиция номер один голубенький камешек какой кармический долг я отрабатываю сейчас давайте посмотрим какой кармический долг карма в моем понимании причинно-следственная связь на частота вы сделали когда-то это не обязательно прошлое воплощение это может быть и это воплощение а теперь вы получаете по сути то что вы пожинаете то что вы посеяли какой кармический долг да вы отрабатываете не замечаете так я не знаю может ли это называться долгом или нет почему потому что выпал паж строй капитал паж паж жезлов тройка пендакли и шут здесь скорее всего даже не продукт а здесь скорее всего про то про то состояние да про ту фазу вашей жизни которую вы сейчас проживаете эта фаза заключается с тем что вы выстраиваете что-то абсолютно кардинально новое своей жизни когда вы строите какой-то новый фундамент ощущение того что вы сейчас изучаете либо в прошлом в недавнем буквально прошлом что-то изучали а сейчас как будто бы будете применять на практике какие-то новые ваши идеи какие-то новшества да вот ваша жизнь она как будто бы должна кардинально измениться я сразу хочу взять эту колоду и посмотреть на состояние вот я вступление говорила о том что сейчас моей энергии меняют сюда из водных из отводной стихии до от воды от вот где-то застоявшегося болотца нечто такого связанного с прошлым да сейчас происходит перехожу в стихию огня и сейчас вот здесь как раз кито же самое мне и показано изображение отображает то что какой-то здесь даже не что-то новое зарождается а здесь как будто бы знаете какой-то свежий воздух и вот вы попали в новое абсолютно пространство кардинально противоположное тому что было здесь как будто бы знаете вот чистый свежий воздух открытое такое пространство пространство перспектив возможностей и у вас появилась какая-то вот искра да как будто вот вам подарили как в мифологии да когда прометей украл у богов огонь который свое время зевс отобрал у людей вот здесь вот вот этот вот момент когда прометей передает людям огонь вот здесь вот такое ощущение да что вы как будто бы принимаете вот эту вот искру принимаете этот огонь у кого-то здесь получается ощущение того что вот вы начинаете заново жить так как будто бы вот с чистого листа новые возможности здесь ощущение того что неожиданно как-то вот зажглось вас вот это вот желание жизни что ли любовь к жизни вот вы как будто бы знаете жадно этот воздух впитываете в себя и вот улыбка вот это вот на лице вашем до благодарность жизни что вот вам как будто бы подарили второй шанс вам подарили вторую какую-то вот возможность и вы действительно благодарны потому что понимаете что опыт который у вас был в прошлом да вы уже здесь если мы говорим в контексте нашего расклада как кармический долг я отрабатываю так вы вот вы уже отработали да вы уже отработали камни и вот вам как будто бы подарили шанс возможность что а теперь ты можешь управлять своей жизнью да то есть ты прошел уже какие-то уроки ты отдал все свои долги которые было необходимо а сейчас тебе дали шанс и возможность посеять семена на будущее но не просто посеять семена на будущее а понять что теперь ты управляешь своей жизни если раньше ты не управлял а ты выплачивал долги ну то есть вынужден был до через какие-то неприятности неудобства сложности трудности препятствия кучу всего было до обязанности каких а сейчас как будто бы вот вам сказали окей все хватит мы поняли на свыше что все ты уже отдал невозможно в одном воплощении выплатить абсолютно все долги прошлых своих воплощений на ну то есть это нереально надо и что-то еще параллельно сеть как вот вам сейчас дали вот эту вот уникальную возможность не просто посеять взять вот ответственность за себя и осознанно сеять то что вы хотите то есть такое чувство что ваше сознание изменилось и вы на основе прошлого опыта вы уже как будто вы знаете увидели две стороны медали и одну и другую то есть не только одну а и одну и другую и вы уже понимаете что вот если я буду делать так я получу это если я буду делать так я буду получу этот вы уже теперь на основе своего прошлого опыта делайте осознанный выбор не вами управляют сразу скажу а вы как будто бы взяли борозды правления параллельно с высшими силами да то есть если вы раньше вам указывали вот сделай это и вы делали да как подчиненные а сделай это как марионетка вами управляли и вы делали то сейчас вам сказали окей ты уже вырос и я буду просто за тобой присматривать и если буду видеть что ты как-то вот пошел не так возвращать тебя но ты уже самостоятельно идешь это когда ребенок уже научился ходить и теперь мы присматриваем за ним чтобы не дай бог он выбежал куда-нибудь там побежал не в ту сторону да и вот направлять его в правильное русло не то чтобы остерегать от каких-то трудностей а именно направлять его в правильное русло если вдруг где-то вот сильно он отклониться своего пути и вот здесь вот нечто такое еще кармическое состояние так вот смотрите по поводу того что я говорила нету ручки ладно я пальцем буду указывать надеюсь вы поймете вот видите как будто бы вот не знаю что то выше вас правильно я пока сюда правильно показываю а это может быть метафора чего угодно для вас и вот здесь вот сидите вы и вам подарили вот эту вот возможность вам подарили этот импульс безусловно если вы посмотрите на эту фигуру она не смотрит на свой подарок она смотрит вперед как будто бы знаете находится в этом состоянии неком возвращение еще частично свое прошлое да как будто бы вот то есть некая такая ностальгия либо фантазия это когда знаете вам что-то подарили и этот подарок он напоминает вас а что-то что уже было в вашем прошлом да то есть он вызывает у вас какой-то ассоциативный ряд например а здесь не показывается что-то белое то ли белый платок то ли белый цветок что-то когда-то вам дарили белое и подарив вам сейчас это вы вспоминаете к примеру да а что вот допустим в юности первое сентября в школе да ученики шли с букетом цветов и вот эти вот белые каллы почему-то каллы не знаю либо георгины скорее всего откалом не почему кала показывает вот вынесли куда-то то есть и и вам сейчас дали и нечто вот это вот аналогично у вас происходит сейчас то есть вы где-то что-то вам дали и вы как будто бы вспоминаете что мне уже когда-то это дарили то есть здесь как будто бы отсылка идет к тому что то что сейчас происходит это уже когда-то было но теперь как будто бы дали шанс исправить не пойти тем путем который был тогда тогда ты был маленьким тогда ты был незрелым тогда ты не понимал да и тогда тебя вели а сейчас на попробуй да сделай теперь по-своему сделай так как ты научился так как ты хотел и ты посмотришь то есть как будто вот какая-то возможность ты посмотришь на тот результат чему ты научился что-то сейчас будешь сеять и здесь как будто бы знаете вот нету еще а осознание вот этого вот цветка вот этого вот подарка что именно в отдали то есть как будто бы фигура сама по себе она достаточно темный да и она показывает дайте вот это вот состояние что у меня еще нету активности да я уже получил да это вот когда допустим есть способности у человека он их вскрыл но я еще не умею им пользоваться я знаю вот то что я сказала да про миф прометея прометея то есть когда я огонь получил а что с ним дальше делать я еще не знаю да я еще не понимаю как его нужно будет поддерживать как за ним нужно будет ухаживать чтобы он не потух то есть что-то нужно будет дальше делать здесь у меня еще нет осознания у меня вот это вот знаете вот первое шоковое состояние и я замер да и что делать вот здесь вот у вас как-то так что еще здесь происходит вот видите вы все равно продолжаете вот здесь человек сидит до на горе и вот этот вот стефани венок как у святых не помню как называется опять вокруг да вот это желтое то есть все мысли погружены в вы вы о чем-то думаете да вы сфокусированы вот вот здесь вот как будто бы здесь не о мыслях а каких-то воспоминаниях да еще не можете полностью давайте так скажем включиться в нечто новое здесь как будто бы тело ваше уже включилась а сознание еще нет у меня такое ощущение что вот вам как будто бы передают какую-то информацию до свыше и вот вы прислушиваетесь и вникаете в то что вам говорят да как какие-то наводки вот инструкции и вы сидите вот и прислушиваетесь так тому что вам говорят внимаете в себя он и тело уже готово что-то сделать да типа я уже все понял да это почему-то мне напоминает знаете как это на на консультация когда я начинаю передавать какую-то информацию да да я уже понял все я я пошел это сделать а потом когда человека останавливаешься говоришь а перескажи что ты понял и и замер то есть ну то есть головой понимаю а сказать не могу да то есть осознание еще не пришло вот это вот в вашем случае сейчас но вы очень благодарны то есть то что вы получили посмотрите на эту карту да это то о чем вы молились то что вы долгое время выпрашивали то что вы хотели вот хочется сказать да в контексте расклада какой кармический долг и отрабатываю вы уже отработали да и причем узнаете бы не просто отработали а вы его осознали и вы уже благодарны высшим силам за то что они вас привели туда куда они вас привели потому что вы понимаете что благодаря всему этому вы выросли но здесь у меня знаете интуитивное идет такое ощущение что вы как будто бы всю жизнь привыкли что-то отрабатывать привыкли за что-то платить опять-таки не в прямом смысле я метафорично говорю когда вот есть как это человек который привык страдать мучиться что ли что-то вот в таком роде и вдруг неожиданно ему дают вольную из крепостного рабства и он а как а как мне дальше делать действует да то есть ну да я вроде бы благодарен за то что вольно это дали а в душе это сценарий у меня крепостные крепостного вот этого рабства и мне нужно время на то чтобы перестроиться так вот сейчас у вас идет как раз таки вот этот вот формат и здесь вот тройка педакли она про это как раз ки и говори да что есть три человека да у нас здесь служитель божественный служитель у нас шут да это как новизна новшества служитель который понимает мудрец да знает дает цельные указания нет и непосредственно мастер который начинает выстраивать этот храм да то есть тройка педакли она говорит о том что мы начинаем что-то новое строить так вот у вас сейчас это происходит где-то вы в одном из этих трех этапов находится с одной стороны мудрости до понимания что все крепостное право закончилась до получили вольную шут вроде бы радуется кстати шут у нас сразу здесь выходит посмотрите тот который оставляет прошлый опыт позади и умеет двигаться дальше то есть он сделал выводы он взял в свою котомку то что ему необходимо до необходимый опыт и у него появилась вера это ключевое то есть вера и зов это когда нету абсолютно никаких страхов никаких ушел то нету никаких не потому что он дурак и не ведает разных каких-то ну вариантов что вот что-то может пойти не тогда а страхи нет он живет просто в полном доверие того что его создала почему потому что он понимает что есть нечто большее и если обо мне ну то есть если меня это нечто большее создала то она обо мне и позаботиться а иначе смысл что-то создавать для того чтобы потом это разрушилась вот здесь вот примерно такая информация идет и вам нужно время для того чтобы адаптироваться ко всей этой ситуации давайте я вот еще вот еще на этой колоде несколько карт и мы перейдем к следующей позиции какой кармический долг вы отрабатываете посмотрим как я люблю когда знаете как разные колоды говорят об одном и том же разным язык ясно разным языком это когда несколько разных мастеров через призму с моей своего мировоззрения говорят об одних и тех же вещах чтобы было понятно поскольку я во всем вижу единство вот у меня как раз и понимание религий она говорит абсолютно об одном тоже то есть разные религии в зависимости от того на каких просторах она находится до она говорит как раз таки с людьми на их понятном языке так вот здесь карты независимо от того какие да они тоже говорят в принципе про одно и тоже значит первая карта темная здесь я не знаю насколько вам видно будет да эта карта называется сострадание здесь и изображена знаете вот ну сложно понять там мужчина женщина непонятно вот ну неважно в общем две фигуры и одна склоняется на другой и вот карта называется сострадание так вот какой кармические долг я отрабатываю именно вот это вот состояние да умение чувствовать боль других людей у меня такое ощущение что в каких-то вот прошлых воплощениях вы были достаточно жестким человеком и в этом воплощении вы тоже являетесь жестким человеком даже иногда по отношению к себе уже не столь по отношению к другим потому что вы это контролируете то есть когда если вас довести до предела безусловно все люди когда нас доводят до предела да мы и становимся неуправляемыми потому что в нас работают инстинкты так вот вы можете быть очень жестокими не просто жесткими а очень жестокими и вы иногда даже можете сами удивляться мне такое ощущение что может быть один раз как минимум у вас была такая ситуация это знаете когда вами одолевает ну как этот без попутал до одолевает темная какая-то вот пелена не мне показывает картину когда может быть это было из прошлого вашего воплощения когда один мужчина бьет другого до смерти да то есть уже видно что нету один сверху один снизу уже у того который лежит ниже нету сил да то есть уже жизнь его условно говоря покинула но вот это вот продолжение да я бью-бью-бью-бью до смерти я не могу контролировать своего внутреннего зверя да я не могу вот здесь вот это вот как раз таки понимание возможно в одной из прошлых жизни у вас было такое да чтобы были очень жестокими и вот в этой жизни вам как урок был до научиться быть сострадателем не то чтобы вы стали жертвой а наоборот знаете иногда даже может быть такие моменты что вас напрямую это может не касаться это может касаться других людей очень близких очень дорогих вам его нужно было как там знаете ну например самый такой яркий пример это когда человек болеет и вот ты понимаешь в этот момент насколько ты беспомощный на что все отдано в руки медицины либо высших сил и ты никак не можешь больше повлиять то есть все что ты уже смог сделать да ты сделал там деньги вложил и в самую лучшую клинику допустим привез человека и остается как говорится условно говоря молиться за выживание так вот вот это вот беспомощность да твоя она приводит к краске к тому чтобы ты научился сострадать на чтобы ты понял насколько ты причиняешь более то есть когда есть вот этот вот сценарий ты мне я тебе то есть прошлой жизни вы кому-то причиняли боль и в это же ну и у вас было даже и другая жизнь которая и вам причиняли боль она ни к чему не приводит то есть это вот бесконечно из одной жизни в другой ты мне я тебе а суть заключается чтобы развязать этот урок так вот урок развязывается тогда когда вы осознаете обе позиции они прыгать из одного края в другой и вот это вот здесь ваше понимание на карске было состраданием сострадание по отношению того, кого мучают, и сострадание по отношению другого, почему он мучает, потому что не случайно человек полезет с кулаками на другого. Его опыт он тоже к чему-то приводит. Вот это вот вам здесь как раз таки и показывают вот эти вот две стороны, вы как будто бы в позиции наблюдателя, да, научаетесь сострадать, переживать, и эту боль чувствовать на себе, не вовлекаясь в эту ситуацию. То есть не беря какую-то одну из двух сторон, да, не принимая позицию одной из двух сторон, вы все равно учитесь состраданию. И вот это вот, это один из уроков, которые вы прошли, да. Дальше, следующий урок, перевернутый. Карта называется «Стяжательство». Если честно, я не знаю, что это значит, но это противоположное слово «служение». И здесь нарисуем, знаете, три человека, которые вот как-то вот хитрят, обманывают. Это как раз таки может быть в контексте того, что я говорила о том, что может быть в прошлых жизнях, да. То есть, опять-таки, уроки обмана, неважно на какой стороне, кого обманывают вы, либо вас, здесь, скорее всего, тоже было проиграно, знаете, вот даже не столь обмана, сколько вот какого-то, знаете, хитросплетения за вашей спиной. здесь этот урок тоже. И последний. А, и провал ожидания. Ну, ясное дело. Вот. То есть, вам здесь нужно было научиться. И я не знаю, вот по этой позиции научились вы или нет. Либо еще, да, вам предстоит пройти обучение. Это вот как раз таки к тому, что когда вы что-то желаете, да, ваши желания, они никогда не исполнятся, потому что есть вот это, вы знаете, зацикленность. Я хочу это. Вы вливаете туда всю свою энергию. И это никогда не реализуется. То есть, вот вам вот этой вот легкости, да, не хватает как раз и то, что мы говорим по шуту, не в состоянии легко относиться к жизни, а в состоянии того, что быть в доверии. Мы не можем доверять просто так, да, вселенной нам непонятно, потому что мы сталкиваемся с трудностями и сложностями, то есть, как я могу, то есть, я тебе доверяю, а ты вот мне приносишь вот такие неприятности, сложности, трудности, которые были у вас. Как я теперь могу тебе доверять? Так вот, вам здесь доверие, оно приходит через осознание, через осознание того, что нет плохого, есть хорошего, да, причинно-следственная связь. И вот вы должны одинаково научиться принимать и то, и другое. И это связано как раз таки с ожиданием. То есть, каждый раз, когда у вас будут какие-то ожидания чего-то, они будут провальны. И через это вас учат даже не доверию вселенной, а здесь, знаете, вот как будто бы доверие непосредственно самой жизни. То есть, так устроена жизнь, и ты с этим ничего не можешь поделать. И тебе здесь не нужно смириться и сказать, что я беспомощный, а понять, увидеть мудрость во всем этом. То есть, почему это происходит, почему я вижу только вот свою позицию узкую, почему я не могу посмотреть сверху, да, как это все устроено свыше, почему я это все проживаю. Вот этот урок вы еще не прошли, да, здесь вы еще с этим будете работать, с провал ожиданием, да, с ожиданиями прям рушить жестко. Здесь вот, знаете, у меня такое ощущение, что вы дошли до того уровня, когда вас обучают очень жестко. Очень жестко. Причем молниеносно, жестко, а иногда это может быть очень долго. Ты знаете, такая мучительная боль, опять-таки, когда, с чего начали, да, с Прометея, как его наказал Зевс, прибив к наручниками к скале, да, и каждый раз его орел должен был выедать печень Прометея. А поскольку Прометей относился к богам, он был бессмертным. И вот это вот бесконечное мучение, да, повторное, одно и то же, одно и то же, вот смысл в этом-то и заключается, да, бесконечности. Так вот, у меня такое ощущение, что вот этот вот урок, да, из воплощения в воплощение, видимо, вы и как-то где-то что-то не проходите. С другими, да, здесь нет, поработайте с этим. Вот такая вот первая позиция была, мне кажется, вот прям сегодня очень-очень глубоко. И как вы уже поняли, я снова погрузилась в изучение мифологии, вот, и поэтому много мифов буду использовать в своей метафоре. А мы с вами переходим ко второй позиции и красненькому помешку. Итак, смотрим двоечек. Какой кармический долг вы отрабатываете? здесь, знаете, сразу хочу сказать, что у вас идут уроки, связанные так или иначе межличностные, как в ваших отношениях. Это может быть и семья, это может быть и любимый человек. Но здесь не про профессионализм, здесь не про реализацию себя в социуме, здесь не про болезни, здесь вообще такого нет. То, что здесь есть, здесь непосредственно связано с любовью. Такое ощущение, что вот вас как будто бы обучают именно понятию выстраивания вот не то чтобы гармоничных отношений, а вообще все, что связано с отношениями и вокруг темы любви. То есть когда это может приносить боль, когда это может наоборот радовать. Здесь как будто бы у вас идут перемены, всевозможные изменения. Вы со всех сторон смотрите на эту тематику. То есть у меня такое ощущение, что вот если бы вы писали книгу, вы бы могли описать, писали бы любовные романы однозначно, но в них вы бы могли описывать героев с разных сторон, да, те, которые были в любовных треугольниках, квадратах, там где есть измена, есть предательство, наоборот преданность, большая любовь. То есть вот тематика любви, она так или иначе вот присуща именно вашему вот нынешнему воплощению. То есть в этом воплощении все, что связано с этими состояниями, вы будете проживать. И самое такое интересное, что вот эта вот двойственность, да, она всегда будет связана с некой такой неопределенностью. То есть вас всегда будет одолевать в трудные моменты, сложные моменты, чувство неопределенности. я не знаю, что выбрать, да, и здесь я понимаю, и это я понимаю, и это я хочу. То есть, ну, например, и когда происходят какие-то ссоры в отношениях, да, вы как будто бы понимаете и себя, свою позицию, и понимаете позицию вашего оппонента, да, человека, с кем была ссора. И вот вы как будто бы знаете и оправдание находите другому человеку, потому что понимаете, почему он так поступил, да, что явилось мотивом, да, его поступка. И с другой стороны вам и себя где-то как-то жалко. И вот это вот постоянное колебание и всевозможные сомнения, непонимание, что мне выбрать, да, определиться как и что. С другой стороны здесь будет постоянно какая-то борьба. С одной стороны у вас идет внутренняя борьба, то есть все процессы, которые происходят, они происходят как-то внутри вас. Борьба непосредственно связана где-то с вашими инстинктами, с вашими желаниями, да, может быть с одной стороны именно мораль, то есть я хочу позволить себе вот это, а с другой стороны где-то воспитания, где-то какие-то шаблоны, говорят о том, что указывают, что нет, и вы находитесь в каком-то замешательстве, да, как же мне адаптироваться, как же мне приспособиться к тому, что со мной происходит. И вот этот вот урок, он у вас есть. Я сейчас уточню просто некоторые моменты, с чем здесь еще связано, очень много сожалений, очень много огорчений, но вот вас обучают именно через эмоциональный план, я по-моему в прошлом раскладе про это говорила, да, пятерка влюбленной, пятерка кубков и смерть выпадает здесь, так вот вот эти вот всевозможные сожаления, да, такое чувство как будто бы вас учит здесь опираться именно на себя, то есть, знаете, как-то стать более структурным человеком и более таким уверенным в себе, опорным, то есть, почему, потому что вы как будто бы как флюгер, понимаете, то есть, куда ветер подует и кто сможет вас убедить, вы в этом направлении и идете, почему, потому что вы очень эмоциональные люди, эмоциональные люди, они подаются легко манипуляциям, почему, потому что их можно вызвать на эмоции и дальше ими управлять, и вот здесь как будто бы вам не хватает какой-то структурности, да, вам не хватает понимания вот именно кто я, вы себя познаете через проживание как-то вот эмоций других людей, то есть, вы ощущение того, что вы не понимаете кто вы есть, да, то есть, допустим, читаем опять-таки книгу, и вот вы себя можете отразлиствить с одним героем, а потом сразу отразлиствить с другим человеком, с другим героем, и вроде бы и это про меня, и это про меня, и то, и пятое, и десятое, а что же все-таки есть я, то есть, вот здесь вот какие-то вот противоречивые моменты, ну, и дьявол как раз-таки, вот на выбор, да, дьявол, о чем он говорит, дьявол нам как раз-таки и говорит о структурности, это, безусловно, страхи очень большие, да, может быть, фобии, с другой стороны, здесь у нас может быть всевозможные обманы, да, ложь, но не хватает, знаете, у дьявола есть наивысшая какая-то такая, если так можно сказать, ипостась, она говорит о том, что человек должен пройти путь именно от животного какого-то своего, как этот, от инстинктов, да, к разумности, то есть, когда человек управляет своими инстинктами, да, он не идет на поводу у них, то есть, вот это вот ваш главный кармический урок, то есть, понять и осознать себя, почему, потому что получается так, что вот, знаете, вот, влюбились, включились эти эмоции, да, вот в этот химический гормональный процесс, который происходит внутри человека, да, инстинктивный, и вот все побежали за ним, а структура, она говорит о том, что вот ваш разум, он должен управлять тем, что с вами происходит, это даже не про то, что, ну, вот это вот делать нельзя, да, это как-то вот аморально, нет, не про это, а здесь про то, что у вас нету четкой опоры, да, как будто бы, знаете, нет каких-то ценностей, за что можно было захватиться, на что можно было опереться, вы как, знаете, как перышко в воздухе, вот куда поток воздушный пойдет, да, туда это перышко и летит, то есть нету, нету приземленности, да, нету земли, поэтому я и говорю о структуре, дьявол нам дает эту структуру, дьявол пронизан, это система, он пронизан абсолютно везде, во всем, в нашем материальном мире, то есть он управляет по сути нашим материальным миром, вот здесь вот с одной стороны аркан влюбленных, он нам говорит о том, что наша задача познать мир двойственности, да, с одной стороны мы познаем что-то в плюсе, а с другой стороны мы познаем минус, и вот именно познание вот этой вот двойственности, она придает нам какую-то силу внутреннюю, да, для того, чтобы мы на эту силу опирались и двигались по жизни, то есть мы понимали это белое, это черное, и нам не надо идти в белое, и не надо идти в черное, либо если мы пойдем, мы пойдем в это вот осознанное, так вот вам вот этой вот структурности, вот этих вот понятий нету, да, и вам как будто бы, знаете, как маленькому ребенку дают некую такую инструкцию, да, либо как путеводная какая-то вот карта, где очень много показать этих указателей, куда пойти, что нужно сделать, и вот эти показатели, указатели, они между собой все время как-то вот противоречат, да, и вот вам нужно для того, чтобы понять, а в какую сторону мне пойти, надо научиться слушать себя, а вот кто этот я внутри меня, кто мне говорит, на который я могу опереться, у вас этого понимания нет, и исходя из этого вы проходите кучу уроков, которые вот вас разочаровывают, и это все связано с тем, что вы должны повзрослеть, пятерка куклов, она говорит, почему я разочаровываюсь, потому что вот эти вот три кубка, на которые мы смотрим, да, впереди, они нам говорят о той былой радости, о той былой легкости, которая у меня была, да, когда вроде бы все получалось, когда, я не должен был быть ответственен за что-то, все очень легко, просто, по-детски открыто, вот эта вот наивность, доверчивость, а в какой-то момент мы понимаем, что нужно повзрослеть, а я не хочу повзрослеть, потому что, ну, я понимаю, что это какие-то новые, неизведанные для меня структуры и площадки, в которых мне там некомфортно, мне легче вот в моей песочнице, зачем мне идти в детский сад, там еще и порядок, растворядок дня, да, по часам надо кушать, по часам надо спать и так далее, и что делать, вот, а я этого не хочу, да, я хочу вот этой легкости, и вот здесь вот у вас на самом деле очень много кармических уроков, которые связаны с этим, почему, потому что выпадает дьявол, выпадает аркан влюбленных и выпадает смерть, то есть из четырех карт три великих аркана, говорящие об очень важных моментах, и трансформация у вас будет происходить, так или иначе, это будет, знаете, вот с одной стороны вроде бы болезненные, а с другой стороны это достаточно щадящие такие моменты, то есть вас обучают, но все равно где-то как-то, знаете, ну бережливо, это не так, как вот, например, по первой позиции, да, ударили этой кувалдой по голове, и блин, и надо удержаться, а вас вот вроде бы как будто бы наказывают, да, ну бережно, вот как маленького щенка, взяли и мордой ткнули, но ему не хотят причинить боль, да, его не избивают, его не наказывают, а просто ткнули, показали, посмотри, вот, то есть больше так не делай, все равно как-то бережно, это естественные какие-то трансформации, перемены, вот выпадает еще один великий аркан, император, вот вас как раз таки и хотят сделать из вас человека структурного, понимаете, а вы этому сопротивляетесь, вы очень сопротивляетесь, почему, потому что, ну вам комфортно быть в воде, понимаете, это без рамок, это без каких-либо ограничений, и вы должны понять, что вас не хотят ограничить в чем-то, а вам хотят показать немножко иной мир, более структурный и более зрелый, то есть вам хотят показать плюшки от того, когда вы найдете опору на себя, структурность, вот эта вот зрелость, это не про то, что мы кому-то обязаны, а это просто про то, что мы готовы взять, мы хотим это сами сделать, а у вас этого еще нету, и поэтому вы, условно говоря, не идя в этот уровень, вы сами себя лишаетесь, каких-то других плюшек, которых вы не знаете, хорошо, какой кармический долг я отрабатываю, сейчас мы посмотрим и на этой колоде, вот смотрите, здесь у меня выпадает император, император это четверка, четверка это всегда рамки, это всегда границы, это всегда стабильность, постоянство, плюс ко всему император это человек, который умеет убеждать, человек, который умеет вести за собой, то есть он, с одной стороны, жестким становится только тогда, когда мы не подчиняемся каким-то законам, но он милосерден, то есть здесь у императора присутствует, ему присуще милосердие, потому что он мудр, он понимает, что, знаете, как взрослые родители, что иногда надо кого-то наказать, чтобы не было повадно в другом случае, ну то есть я тебя вроде бы и наказываю, но это будет во благо тебе, да, в принципе, когда ты становишься родителем, да, ты понимаешь, что ты делаешь и для чего ты делаешь для своего ребенка, а когда ты находишься в позиции ребенка, тебе это непонятно, за что меня наказывают, что вообще от меня хотят, да, потому что там другие мозги, другое видение, так вот, здесь император, да, про жесткость мы говорим, но при этом милосердный, и вот посмотрите на этом аркане, даже скорее всего не на этом аркане, а на этой карте, потому что это не Таро и не, не Оракульный, я не знаю, как это называется, эти карты, вот мы видим женщину, да, которая руки в боки, вот сама вот эта вот позиция тела, когда человек ставит руки в бок, она говорит, показывает, знаете, она угрожающая, эта поза, да, на языке тела человека, она говорит о том, что я хочу, вот эта вот поза, да, я хочу увеличить себя, свое присутствие в пространстве, да, для чего, для того, чтобы тебя отпугнуть, чтобы отпугнуть врага, то есть если, обращайте внимание, в природе, когда, как правило, маленькие птички, да, а на них нападает нечто, ну, большее по размерам, вот чтобы им напугать своего противника, да, защититься, они должны стать больше размерами, каким образом, они раскрывают крылья, для того, чтобы казаться больше, либо, например, животные, у них волосы, да, встают дыбом, то есть опять-таки, каким-то образом, мы хотим увеличить свои объемы, да, чтобы устрашить своего противника, так вот, вот в вашем случае, да, какой кармический долг вы отрабатываете, это то, чтобы стать больше, да, здесь вот в физическом плане, но не защищаясь от какого-то врага, а именно своей мудростью, да, своим внутренним каким-то стержнем, силой, которая присуща вам, то есть здесь урок через осознанность, да, стать более уверенным в себе человеком, знаете, бывают такие люди, вот когда, такие, знаете, силы воли, силы духа, они могут быть внешне, не совсем больших размеров, да, но вот когда ты смотришь им в глаза, они становятся устрашающие, то есть ты понимаешь, тебе хочется сжаться, тебе хочется стать меньше, убежать, да, стать незаметным, невидимым, почему, потому что вот этот вот взгляд, ты понимаешь, что независимо от того, как выглядит твой противник, ну, как человек, в нем есть вот эта вот сила, так вот здесь ваш урок, он и заключается в том, что вот эту вот силу, которую вы хотите получить, да, как защиту, почему, потому что вас обижают, а вы не понимаете, почему вас обижают, у вас урок такой, и вы все время хотите защищаться, так вот, вот эту вот силу вы получаете, как раз, и тогда, когда вы находите вот эту вот структуру внутри себя, да, то есть вам не надо становиться огромным размером, чтобы кого-то напугать, вам достаточно быть птички, певчей, маленькой, но вот именно вот это вот само пение этой птицы, да, настолько пронзительное, настолько затрагивает душу, что прям имеет огромное влияние, то есть у меня такое ощущение, что вы по жизни хотите иметь влияние на других людей с целью самообороны, да, с целью защиты, потому что вам подчиняли много более, так вот, вот это вот, и нужно получать не какими-то манипуляциями, да, какими-то другими способами, а только через понимание осознания себя, понимание своих сильных сторон, да, развивать, вот развивать силу духа внутри, вот как-то так я хочу сказать. Здесь, конечно же, вот ваш какой кармический долг, да, вот здесь как раз-таки все, что связано с вашим родом, с вашим прошлым. Здесь очень глубокая карта, мы видим девушку, сейчас я вам покажу, девушку поближе, если видно девушку, которая сидит, здесь мы видим лицо, да, лицо, здесь девушка, как будто бы корень, стержень, дерева, дерево, и здесь сверху руки, как будто бы, знаете, разделение на верхний мир и нижний мир. Мне эта карта говорит о каком-то состоянии, знаете, о покинутости, брошенности, это ваше привычное, скажем так, состояние, в котором вы идете, помните, да, главный, основной урок в личных отношениях, все, что связано с любовью, даже это не то личное отношение, может быть, а все, что связано с любовью. Так вот, здесь вы как будто бы, знаете, тянетесь, тянетесь получить вот эту вот опору, да, потому что дерево, это все-таки про жизнь, это все-таки про про корни, про семью, но поскольку это как будто бы, вы знаете, вот скрыто, верхняя часть, да, вот здесь вот, как опора, что ли, вот вы как будто бы, тянетесь к какому-то человеку, либо к какому-то персонажу, вот есть что-то в вашей жизни, это может быть уже ушедший ваш предок, да, либо что-то из вашего прошлого, что вы не получили, что, то, к чему вы как-то вот привязаны, что ли. Здесь ощущение такое, что вы хотите, вам нужна какая-то помощь, что здесь за кармический долг, какой долг вы отрабатываете, вот эта карта у меня тоже напоминает мне императора, вот в голове должен вырасти вот этот вот цветок, что-то новое, да, лицо здесь закаменелое, такое, знаете, что-то застывшее, земное, и вот как будто бы идея должна к вам прийти, какое-то решение должно к вам прийти, на дне карта напоминает мне страх, что-то вам страшно, вот здесь вы свои страхи, кстати, и дьявол у нас говорил о страхах, давайте мы посмотрим, какие страхи вы здесь должны будете проработать, я вот еще одну карту здесь, и вот еще, вот посмотрите, да, вот я говорила о любви, посмотрите, как в этой карте, ну, во-первых, мы видим здесь в голове любовь, да, то есть это все, что вам поглажены, поглотило вас, и в руках, то есть здесь вот главный такой символ, это вот любви, вот вы проходите кармические уроки в любви, прямо здесь вот верхняя часть, да, вы как будто бы медитируете, и открывается связь с космосом, с высшими силами, потому что вот здесь вот срез идет, прямо именно в голове, и вы в позиции вот этой вот медитации, да, вы как будто бы находите вот эту вот любовь, ту любовь, которую вы хотите, вы должны прийти в конечном итоге к тому, что есть только одна любовь, это к высшим силам, каждый называет это по-своему, да, там, Бог, Аллах, не важно, как это, к творцу, архитектору, не важно, к тому, что дало вам, именно создало вашу, вашу душу, то, что явилось вашим создателем, не родители, а то, что явилось вашим создателем, творцом, так вот, все заключается в том, что вот это вот даже аркан, знаете, шестой и двенадцатый, влюбленный и дьявол, мне как будто бы здесь напоминает рай и ад, да, вот вы должны прийти сюда, вы должны пойти, понять и найти любовь, вот ту любовь, которую, о структурности, что я говорила, да, на которой вы можете опереться, вот вы должны научиться опираться на эту любовь, и эта любовь должна быть внутри вас, и не к какому-то конкретному персонажу, скорее всего, а именно к творцу, ну, в данном случае вы можете это сказать, именно к самому себе, то, что есть, вот живет в вашем сердце, то есть не привязываясь к какому-то человеку, либо к родителям какой-то ситуации, а именно к тому, что есть в вашем сердце, какой еще кармический долг вы отрабатываете в две карты, я сразу вытащу, я их две и оставлю, но смотрите, первая карта называется медитация, вот, верхняя часть, нижняя, это если бы была карта перевернутая, вот прям, то, что я говорила про медитацию, про медитативное состояние, вот здесь вот я говорила, так вот здесь эта карта медитации и говорит, а медитацию у нас для чего, для того, чтобы мы успокоили свой ум, да, вот здесь должно из ума что-то выйти, причем опять-таки показывает, указывает наверх, на связь с нечто высшим, большим, причем медитация, здесь очень интересно, в медитации сидит, значит, человек медитирует, а здесь у него мухи вокруг него, то есть показывает, сейчас я поближе поднесу, насколько вам видно будет вот здесь, как будто бы одолевает мысли, одолевает его, и он не обращает на это внимания, причем, знаете, самое интересное, вот здесь вот пеликан, да, либо какая-то птица выходит, так вот, мы неоднократно видим второе, этот аркан, если мы возвращаемся опять к греческой мифологии, был такой период, когда, земля, гем, которая породила одного из больших титанов, это Тифона, для того, чтобы отомстить олимпийским богам, создала вот эту вот сущность, существо, не знаю, как называется, Тифона, и даже боги испугались, на самом деле, потому что в описании непосредственно Тифона, который был похож на змея, вот как он выглядел, да, и это было очень-очень не страшающе, то есть его размеры доходили там, он головой мог, упирался в звезды, чтобы вот его понимали, так вот даже боги испугались, и в Олимпе осталось, осталось только Афина и Зевс, все остальные боги скрылись в Египте, и приняли формы животных, птиц и животных, так вот, Гермес принял форму как раз-таки, вот это вот, я не знаю, пеликан, не пеликан, даже как-то вот по-другому, цапля, не цапля, точно не скажу, но вот в такой форме, причем самое интересное, если вы разбираетесь в богах Египта, как раз-таки Гермес, и идет олицетворение то-то, да, вот этого вот, боже, половина цапли, я не знаю, какая-то, я извиняюсь, да, птицы, у которой вот этот вот клюв большой, это к чему я это все говорю, к тому, что вот эта вот птица, да, она напоминает мне, именно вот этого египетского бога, да, который, если так можно сказать, в соответствии с тем мифом, о котором я вам рассказываю, когда Гермес принял образ этой птицы, так, а Гермес у нас был ответственный, как раз-таки, за знания, за информацию, и за письменность, и вот здесь, вот как раз-таки, изображение, да, вот этой вот птицы, оно мне указывает на знания, на наши, на наши мысли, да, то есть, то, что нас может отвлекать, а мы должны погрузиться вглубь себя, то есть, к чему это все было сказано, к тому, что вот ваш урок, он как раз-таки с этим связан, для того, чтобы вы нашли свою глубину внутри вас, не где-то, это ваш кармический урок, что-то мне кажется, я сегодня так много говорю, но, в любом случае, почему-то пошел этот поток, вот, и самое интересное, значит, мы смотрим на этот аркан, это у нас был перевернутый, это нижняя часть, и не знаю, сколько вам видно будет, называется животное начало, а о чем я говорила, то есть, у нас получается две карты, с одной стороны, это вверх, да, это медитация, когда мы обращены вверх, а с другой стороны, у нас животное начало, это непосредственно наши инстинкты, и мы здесь видим двух мужчин, которые либо хотят совокупиться женщинами, в общем, женщины обнаженные, да, как обычно мужчины одеты, то есть инстинкты, да, всегда вот это вот животное начало, а здесь у нас выпадал дьявол, да, то есть, опять-таки, смотрите, карты, как говорят аллегорично, да, здесь рай, здесь ад, небеса и земля, а здесь у нас, значит, получается медитация, как небо, олицетворение, а здесь животное начало, как земля, то есть верх и низ, то же самое, инстинкты и ум, здесь у нас, значит, получилось сердце, здесь у нас ум, то есть все карты говорят примерно об одном и том же, что вы отрабатываете, вот такая вот у нас была с вами вторая позиция, так, чувствуешь, что мои расклады выходят совсем на другой уровень, но как идет, так идет, сори, если я говорю очень многое, но в любом случае, в этих метафорах, то, что я вам указываю, они не случайны, то есть, если я их проговариваю, возможно, вы в этом найдете что-то свое, да, что-то тронет именно вас, переходим к третьей позиции, какой кармический долг вы отрабатываете, здесь я уже боюсь смотреть, потому что, опять что-то начну говорить такое, хорошо, какой кармический долг я отрабатываю, четверка кубков, высший суд, ну, здесь сто процентов вы отрабатываете, но уже, знаете, не такой серьезный, как во второй позиции, почему, потому что здесь, как будто бы уже идет завершение, причем четверка кубка высший суд и девятка пентаклей, это для тех, кто спрашивает карты, что именно вы отрабатываете, здесь идет именно, знаете, ваше перерождение, перерождение, становление себя, становление себя, как целостной личности, и у меня здесь не идет ощущение, знаете, как в физическом плане, а здесь у меня идет такое ощущение, что вы как будто бы на всех уровнях и на всех планах должны стать какой-то целостной личностью, то есть вы, ну, условно говоря, не сотехник Миша, да, который, главная его задача быть добытчиком в доме, нет, здесь вот как раз таки именно идет о каких-то глобальных пониманиях, да, о структуре, о системе, эгрегоры, то есть вот здесь, вот понимаете, здесь какие-то большие масштабы у меня идут, именно, которые помогут вам, здесь вы как будто бы нарабатываете на будущее воплощение, то, что вот вы сейчас прорабатываете, и здесь идет взгляд не на прошлое, а на будущее, то есть вы как будто бы дочищаете какие-то старые свои, ну, буквально какие-то нюансы, чтобы стать целостной личностью, да, как мне хочется сказать здесь, кто-то может быть работает о том, чтобы возвращение своих каких-то частиц души, здесь сразу скажу, здесь не идут люди, которые работают на физическом плане, ну, то есть простые, там, разнорабочие, да, здесь идут люди, здесь даже не про духовность, понимаете, а здесь идут люди, которые понимают вот именно создание мироздания, да, у которых вот взгляды такие достаточно масштабные, глобальные, в любом случае, если вы даже и не практикуете, то вы интуитивно понимаете, как вам выстроить вот свою структуру, да, как вам стать целостным человеком, то есть здесь вы интуитивно понимаете, что вот мне не хватает какой-то паззл, что-то мне нужно доработать, какое-то качество, вы начинаете над этим работать, и ваша задача вот именно прийти к девятке кубков, вот вы, суть ваша этого воплощения, знаете, нарабатывать опыт, нарабатываете, нарабатываете, вы уже как будто бы, знаете, вот мудрый, зрелый, ваша душа мудрая, зрела, очень много она прожила в воплощении, ни одно, ни два, ни десять, а много, то есть здесь вы как будто бы, потому что девятка педаклей, это очень близка к десятке, к переходу, к изменению, вот вы приходите именно к этому состоянию, такой, знаете, вот психологически зрелой личности, из четверки кубков, то есть то, как вы начинали, я могу сказать, знаете, вот ваша жизнь, она, независимо от того, сколько вам лет, она в какой-то период делится на до и после, то есть до, это был период, когда ничего, в принципе, такого, ну, интересного не происходило, скучно, по четверке кубков, как-то, может быть, рутина, а потом вдруг неожиданно что-то случилось, какой-то очень важный этап, и он разделил вашу жизнь на до и после, и вы как будто бы, знаете, вот неожиданно повзрослели, неожиданно стали, может быть, у кого-то здесь даже открылись какие-то способности, да, и вот вы неожиданно по-другому, да, переродились, как-то по-другому стали смотреть на мир, на жизнь, у вас появились новые знания, здесь появляется масштабность, в вашем мировосприятии, что здесь такое произошло, здесь произошло, здесь не то, что произойдет, да, то есть на четверку кубков у меня выпадает отшельник, возможно, вы искали, да, долгое время как-то зависали что-то, в каком-то своем состоянии, отшельничестве, одиночестве, да, где-то зависали в каких-то своих, очень глубинных вопросах, где-то не находили, то есть у вас, понимаете, вот этот вот этап переломный, который был, да, перерождение, какой-то вот цикл, то, что я говорила, да, завершился, он завершился не случайно, то есть вы, я могу даже сказать, ну, с детства, в кавычках, задавались глубокими вопросами, да, что есть жизнь, почему я живу, что, как, то есть вам глубина, она всегда была интересна, да, и может быть кто-то познавал, читал книгу, ну, книги литературы, да, может быть кто-то работал сам собой, здесь не важно инструменты, каким образом вы работали, здесь важно состояние, то, что вы и шли, шли, да, вы однозначно понимали, что есть, ну, либо интересовали, что такое душа, да, откуда я пришел, к чему я иду, да, что я хочу в этой жизни, то есть вот такие глубокие, философские вопросы у вас так или иначе возникали, а потом что-то произошло в вашей жизни, и вы переродились, что произошло именно, а здесь переход произошел, вот десятка кубков как раз и пришла, да, здесь пришел переход, когда вы поняли, что, знаете, где-то в какой-то степени вы занимались где-то самообманом, я могу сказать, да, что вот по поводу духовности, то есть как-то вам показали, что есть настоящая духовность, то есть не псевдо, то, что вы думали, да, изучая какую-то информацию, читая книжки, очень мудрые, а духовность, это все-таки о чем-то другом, и вот здесь вот вам как будто бы открыли глаза на это, и вы должны прийти вот к этой психологической зрелости через что? Через принятие по Луне более глубоких каких-то знаний, да, то есть именно, вот вы кому-то по информации получаете из бессознательного, вот у вас есть какая-то очень тонкая связь с силами, силы могут быть разные, как темный и светлый, не факт, здесь нам вообще абсолютно не важно, но вот вы получаете через как-то бессознательное какую-то информацию. Здесь может быть даже люди, которые, вот знаете, как-то сначала читали книги, да, там по медитации, самопознании и все такое, а потом вдруг неожиданно что-то случилось, и допустим пришли в магию, да, именно в понимании того, как ты можешь трансформировать свое сознание, чтобы управлять, чтобы получать свое желание. И вот здесь вот в практике какие-то могли прийти, да, для того, чтобы вот прям, знаете, погрузились очень глубоко в понимание, что такое душа, что такое монада, как вот это вот все устроено здесь, вроде бы в одном русле, да, то есть и тут эзотерические какие-то знания, да, и тут, но разница в том, что вот до было как-то, ну, не настоящее что-то, там вот псевдо какое-то, какая-то духовность была, а тут вы как будто бы, знаете, там допустим теория, а здесь вы перешли на практику, и вот что-то стали понимать намного больше, намного глубже, но уже не из книг, а как будто бы вот на собственной, ну, условно говоря, шкуре, на собственном опыте, стали понимать, здесь может быть неожиданно кто-то стал проводником, да, как-то вот проводником энергии, очень тонко чувствовал, либо кто-то, например, стал понимать, работать с образами, с формами, с астральным планом, да, очень глубоко погрузился в себя, но вот здесь вот присутствие ночи, да, именно как душевного состояния, какой кармический долг вы отрабатываете, вот смотрите, здесь как сердце, да, дополнение, именно анимус и анима, да, то есть соединение, и соединение приходит, когда вы понимаете обе стороны, да, то есть дающую и принимающую силу, условно говоря, активную и пассивную, и вот ваш кармический урок, он как раз таки с этим, и в этом и заключается, то есть вы как будто бы, пробуете, знаете, как в алхимии, да, вот у вас есть две колбочки, и вы в третью колбочку, да, сливаете, отсюда чуть-чуть, отсюда чуть-чуть, смотрите, какой процесс будет проходить, а потом меняете состав в процентном соотношении, то есть, а если я больше этого добавлю, а меньше этого, а если в равной порции, то есть вы как будто бы вот через эти всевозможные эксперименты по девятке кубков, через опыт, вы приходите к пониманию того, что есть единство, да, что есть сила, вот если я сейчас вытащу аркан сил, вот точно это будет показатель про то, что здесь вы как будто бы внутреннюю силу познаете, если во второй позиции мы смотрели о структуре, да, внутреннем стержне, здесь не про стержень, здесь про энергию, здесь про структуру, здесь про тонкий план, здесь вообще другое, у меня выпадает двойка пендаклей, да, то есть вот баланс, но здесь даже не про баланс, я бы сказала, а вот этот вот знак бесконечности, да, то есть понимание, что движение есть тогда, когда ты понимаешь природу вот этих двух пендаклей, в одном это дающая, другая принимающая, здесь у нас значит активная, а здесь пассивная, и вот когда ты понимаешь, как работают вот эти вот две силы, да, ты четко можешь в своей жизни реализовать все, что ты хочешь, потому что ты знаешь, сколько нужно влить одной энергии, сколько нужно влить другой энергии, и ты как будто бы становишься мага, вот здесь вот про это, здесь не про баланс, так, какой еще, да, как еще кармический долг вы отрабатываете, что здесь, вот здесь смотрите, вот эта вот карта, человек, кому непонятно, здесь человек выдувает, как глаз, вот, вот видите глаз, да, как будто бы третий глаз, да, вот он дышит, здесь продыхание, и вот этот вот глаз, причем сама карта, она такая, сине-фиолетовых цветов, да, это вот как раз таки, шестая, седьмая чакра, глаз у нас как раз таки и говорит о мировосприятии, то есть здесь вот достаточно такие вот высокие энергии проходят, да, это то, что вы, над чем вы работаете, вы работаете над пониманием того, как создано мироздание, как прийти к этому единству, да, вот здесь вот все равно у меня идет вот эта вот энергия, да, тонких планов, это то, с чем вы работаете сейчас для понимания того, как все устроено, зачем вот мне хочется спросить, да, для чего вот вам вот этот опыт, почему не земной какой-то, да, там, как зарабатывать деньги, как реализовать, там, я не знаю, семью создать, еще что-то, нет, здесь у вас вот прям в прямом смысле именно такие глобальные масштабы, ваша душа, скорее всего, уже, ну, вот это вот все прошло, да, ей уже другой уровень нужен, уже другие познания, казалось, другой уровень императрицы выпало, да, то есть императрица, это архетип человека, который, знаете, уверен в себе, и от этой уверенности, да, приходит внутреннее спокойствие, то есть вы должны прийти именно к пониманию того, что вот вы находитесь в единении, как в этом аркане, в этой карте, да, единение двух, ну, условно говоря, противоположностей, если так можно назвать, да, и вот вы расслаблены, вы получаете все, что вы хотите, императрица, она получает все, что она хочет, она может убеждать, ее задача находиться в гармонии, в балансе, да, и показывать миру красоту, то есть императрица, и здесь у нас еще Венера изображена, она показывает красоту этого мира, опять-таки промасштаб, это архетип, который включает в себя абсолютно всех женщин, да, то есть четыре королевы, которые есть, то есть она прошла уже все этапы, и создание семьи, и понимание, что есть любовь, и выстраивание карьеры, и своей профессиональной личной жизни какой-то, да, либо личной, либо профессиональной, то есть она, короче говоря, все эти этапы прошла, и сейчас она расслаблена, да, это тот человек, который достиг каких-то высот, и она уже ни про кого не прогибается, да, она и ни над кем не владствует, да, она понимает, что она хочет, и она знает, как она это может получить, мягко, гибко, императрица очень дипломатично, она не будет вступать ни с кем в конфликт, да, она умеет подбирать нужные слова, да, а у нее есть все ключики, которые ей нужны для того, чтобы открыть все дороги, но при этом она никогда не сойдет со своего пути, да, она получит то, что она хочет, если она это посчитает, она может подыкать своим желанием, она может подыкать своим инстинктом, опять-таки, если захочет, если это принесет удовольствие, но главное ключевое у императрицы, это спокойствие и привнесение, ну, то есть показать миру гармонию, то есть что ты можешь получить, какие плюшки, бонусы у тебя есть, когда ты находишься в гармонии с сам собой, и поэтому вот этот урок, да, и девятки пендакли, целостной, да, психики, о которой я говорила, зрелые, зрелые личности, в данном случае императрица, поэтому вы изучаете законы мироздания, потому что вы понимаете, что изменив только вышестоящие уровни, да, могут изменять ниже стоящие, то есть если у нас задача создана на том уровне, на котором мы сейчас находимся, для того, чтобы ее решить, нам нужно подняться один, либо на два уровня выше, и сверху мы сможем повлиять на низы, никогда низы не могут повлиять наверх, и вот вам как раз-таки вот именно понятие, мироздания, понятие того, как это все устроено, да, через это вы изменяете свое собственное создание, сознание мировосприятия, и через эти изменения вы можете менять ниже стоящие свои уровни, то есть здесь как будто бы, знаете, вот понимание уже не эмоциональных и ментальных тонких тел, да, а мы идем уже выше кармических, будхиальных и так далее, и атманических, то есть здесь уже более высокие уровни, да, вы понимаете, что если вот мы на них работаем, то ниже стоящие, они сами по себе будут видоизменяться, потому что энергия, она идет сверху, да, то есть она так или иначе на наш кукон влияет, она влияет на наше сознание, то есть изменения, они должны идти свыше, ваш кармический долг, ну давайте еще одну карту вытащим, все карты перевернуты, хорошо, ваш кармический долг, проблемный взгляд на мир, вот я говорю о изменении мировосприятия, да, вот нижняя часть, верхняя, чтобы вас не отвлекала, вот, она очень темная, вам не видно, к сожалению, лицо здесь нарисовано, да, ребенка, который смотрит, вот, и карта называется проблемный взгляд на мир, вот вам, ваша задача, да, вы отрабатываете как раз-таки свое мировосприятие, взгляды, вас будут так или иначе учить смотреть на вещи по-разному, знаете, каким образом вы будете натыкаться на одни и те же ситуации, только будете проигрывать их в разных ролях, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы ваше сознание, расширялось, а еще какой кармический долг вы отрабатываете, догматичная ненависть, в противоположность игра с любовью, вот у вас здесь догматичная ненависть, именно вот это вот акцент на догматичность, на какие-то вот, знаете, убеждения, то есть когда ты понимаешь, что мир многогранен, ты всегда будешь допускать разные точки зрения, почему, потому что у тебя есть четкое понимание, что любые точки зрения, они иллюзорные, так или иначе, потому что они субъективные, а каждый человек смотрит на мир субъективно, через призму своего опыта и своих знаний, исходя из этого, каждый человек, почему становится творцом, потому что он вкладывает энергию, и создает то, во что он верит, поэтому один человек верит в это, и у него вот этот вот кокон его, создается того, что он видит, другой человек создает свой мир и видит в это, а вот ваша задача увидеть, как раз таки, вот эти вот все разные точки зрения, и понять, что нету правильной, да, одной какой-то, а есть просто вариативность, и вот это вот поможет вам расширить, а здесь в данном случае есть вот эта вот догматичность, то есть каких-то своих моментов, да, вы можете прям, вот то, во что вы верите, да, исходя из, ну, из, боже мой, эзотерики, из тех знаний, которые вы есть, иногда вы будете прям очень жестко давить, и говорить, что нет, это вот так, вот так, вот так, и вам нужно будет самим понять, да, что в этом-то и заключается, ваш проблемный взгляд на мир, что нету только вашей правды, безусловно, то, что вы говорите, у вас есть какие-то знания, у вас есть опыт, нам это карты показывают, да, но это не единственное, и задача не в том, чтобы вы кому-то доказывали, а задача как раз таки ваше, чтобы вы это увидели, да, что вы сами себя ограничиваете, останавливаясь только на одном мнении, у вас есть право не быть стабильным, а менять точки зрения в разной ситуации, а еще лучше замечать, да, что есть очень много разных точек зрения, и еще один урок, это вот абсолютное, абсолютное спокойствие, вот так очень интересно, в этой карте мы видим женщину, и за ней идет лев, очень напоминает аркан силы, о котором я вам говорила ранее, что вот если бы я вытащу, да, это будет подтверждение, так вот в колоде и тин, я вытащила не второго, второго в колоде и тин, я вот вытащила, условно говоря, аркан силы, только здесь женщина стоит, а за ней идет, как будто вот стоит лев, да, точно то же самое, да, как стоит, и причем, знаете, смотрит на нее, на вот голова, так, вот так по нему, голова прям смотрит на женщину, то есть я готов, я готов принять все твои условия, и здесь получается так, что женщина спокойна, она не переживает, здесь лев идет, как олицетворение инстинктов, да, страхов, которые присутствуют в нашем бессознательном, здесь у нас луна выпадала, а женщина, невзирая ни на что она стоит, да, она вот именно своим спокойствием, она управляет, опять-таки, спокойствие в контексте того, что мы говорим, у нас здесь получается научить, научить успокаивать наш разум, не волноваться, во-первых, потому что сверху вы получаете информацию, да, у вас есть знания, а с другой стороны, вы понимаете, что спокойный человек, это тот человек, который доверяет, да, доверяет миру, пространство, а у вас есть знания, так вы должны этому доверять, и вот здесь вот это вот, как раз-таки ваше перерождение, да, и приход к императрице, он к этому и придет, что никогда вы кому-то что-то догматично доказываете, указываете, показываете, да, не, когда у вас есть какой-то один стабильный, постоянный взгляд на мир, на жизнь, а когда вы просто находитесь в позиции наблюдателя, да, то есть я наблюдаю, и когда мне нужно что-то по императрице, я пошла, это взяла, пришла, насладилась, окей, не хочу, не надо, то есть вот такое, вы знаете, вот спокойное отношение, да, когда вы не, как обычно мне пишут, надо побороть свои страхи, либо поработать со страхами, мы этого не делаем, мы осознаем, да, то есть чего мы боимся, почему мы боимся, потому что и многие страхи, у нас еще могут быть из прошлых воплощений, и им нету объяснения, тем более луна, которая у вас здесь выпадает, она как раз таки говорит о очень глубинных страхах нашего бессознательного, о котором мы не можем найти объяснений, то есть мы не можем понять, почему, допустим, я боюсь воды, да, у меня не было опыта в этой жизни, а я вот, например, боюсь плыть на глубину, вот такие вот глубокие страхи, и то есть вам, вы здесь поэтому и работаете со своим бессознательным, чтобы укоротить, но укращаем не подавляя, а укращаем только тогда, когда мы что-то понимаем, то есть когда мы боимся чего-то, когда мы этого не понимаем, как только к нам приходит понимание, как это устроено, мы перестаем бояться, и тем самым мы укращаем свое бессознательное, у вас здесь идет работа с бессознательным, поэтому вы работаете с тонким планом, то есть ваш урок, кармический долг, который вы отрабатываете в данном случае, это прийти к целостности, через проработку, либо работу со своим бессознательным, напрямую с более высоким уровнем, и более высокими планами, опять-таки я говорю об очень тонких материях, но это не значит, что вы все, как бы так сказать, работаете с тонкими материями, вы можете работать каждый по-своему, вы можете, например, даже и не практиковать, но читать, по крайней мере, книги, получать какую-то информацию об этом, она вам интересна, то есть не о том, как можно управлять своим умом, либо как можно управлять своими эмоциями, а вам будет интересно вот это вот мистическое, то есть так или иначе вас будет тянуть туда, в зависимости от какого, на каком этапе вы находитесь, но мне здесь вот показывают больше таких, знаете, людей не то чтобы практиков, а уже как-то знающих, ведущих, которые не только об этом узнали, но уже как-то, по крайней мере, практиковали, пробовали прийти к этому, то есть уже первый контакт был, это даже может быть ваш какой-то вот вожденный дар, то что я говорила, я не знаю, разговаривать, либо с духами, с против, с потусторонним миром, как-то вот во сне, может быть работа с регрессией, может быть нейрографика, то есть способы очень много, то есть не считайте, что это вот прям, надо только магией заниматься, нет, способы и инструменты, они не важны, суть важна, и он передает ту суть, то над чем вы работаете, и это вас считается кармический долг, почему именно долг, потому что сейчас вы это сеете, сейчас вы над этим работаете, потому что возможно следующее ваше воплощение, оно поможет вам, потому что здесь попадает суд и десятка кубков, перейти на какой-то другой уровень, вы как будто бы знаете, вот подготавливаете почву для того, чтобы в следующем воплощении, возможно перейти на какой-то более другой уровень существования, здесь тоже такое может быть, так, вот такая вот у меня была и третья позиция, я уже традиционно говорю о том, что вообще расклады стали выходить на другой уровень, за что я благодарна своему мастеру, которая помогает мне работать с моими тонкими телами, с моими стихиями, перемены во мне, показывают перемены в моих раскладах, то, как я считываю, мои способности меняются, меняется и формат считки, не привязываемся, почему, потому что у меня такое ощущение, что вот в моей жизни открылся, знаете, какой-то новый этап, и будут очень много изменений, а если эти изменения пошли в моей жизни, то как следствие, я буду по-другому читать карты, и изменения будут, и вот я сразу, так знаете, предвкушаю, что моя аудитория в очередной раз изменится, то есть люди, которые меня смотрели, уже как-то будут фильтроваться, отходить, потому что им станет это непонятно, станет неинтересно, будут приходить, наоборот, другие люди, которым очень близко то, что я говорю, поэтому если вдруг у вас появится вот это желание, что я, нет, вообще никакая позиция не про меня, либо что-то мне уже не стало не нравиться, имейте в виду, что либо вы выросли, либо я выросла, то есть кто-то из нас двоих, и здесь уже нет унисона, и наши пути будут расходиться, и это нормально, не переживайте, это опять-таки не вердикт и не до конца, то есть в какой-то момент мы снова можем встретиться, через какой-то период вы снова сможете прийти на канал. Еще раз хочу поблагодарить Александра Невского, во-первых, хочу поблагодарить за ваши комплименты, Александр, за ваши теплые слова, и я, когда читаю комментарии, я четко понимаю, когда человек говорит о душе, с душой, и, либо когда просто это формальность, хотя таких людей очень мало, мне кажется, большинство все-таки выражает свою благодарность от души, вот, и ваши комплименты мне, конечно же, приятны, и нет, вы меня ничем не обижаете, я стараюсь принимать, любую точку зрения, когда она не навязана, да, то есть когда человек высказывает свое мнение, да, я умею понимать, когда, и разграничиваясь, когда человек меня советует, то есть прогибает, давит на меня, либо когда просто высказывает свою точку зрения, да, либо чем-то делится, у меня есть это понимание, поэтому я вам благодарна, и за идею, и за ваши комментарии, а всех остальных обнимаю, прощаюсь, желаю вам всего самого наилучшего, и новым месяцем, да, и скоро будет эфир традиционный, да, это будет четверг, скорее всего, на, на следующей неделе, с вами прощаюсь, всем пока, 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 субтитры,